Мы авторы дискуссионного проекта «Абордажная атака», в котором можно аргументированно и с уважением чужого мнения поговорить на тему абортов. Решили сделать свою реакцию на тему запрета абортов в США. Мы не торопились с этой темой, чтобы в своем видео учесть контент блогеров и журналистов, сделанной на основе общественного мнения, которое должно успеть сформироваться. В качестве оппонента нами выбран блогер Клим Жуков, который нам очень нравится, который в своей реакции на тему запрета абортов в США озвучил наиболее распространенные стереотипы. Верховный суд США принял постановление о запрете абортов. Верховный суд США не запретил аборты, а отменил историческое решение по делу Роу против Уэйда, 50 лет назад признавшая аборт конституционным правом, доступным любой гражданке Соединенных Штатов. То есть, утратил силу один юридический документ, и поэтому утратил силу и другой юридический документ, ссылающийся на первый юридический документ. Это происходит постоянно. Конституция равна, как любые законы, всего-навсего, один из многих факторов, определяющих жизнь общества. Например, в Конституции упоминается свобода слова, но она полностью нейтрализуется полномочиями модератора. Недавно в России была веселая политическая движуха с поправками в Конституцию. Президент захотел увеличить срок своих полномочий, все остальные захотели каждый свою хотелку внести в Конституцию. Все поправки в Конституцию были приняты, но президент от них выгоду получил, а все остальные – нет. Потому что их хотелки регулируются, кроме Конституции, другими юридическими и экономическими факторами. А срок полномочий президента – только Конституции. То же самое и с запретом абортов в США. Да, Конституционное право на аборт отменили, и это дало возможность местной власти запретить аборты на уровне некоторых штатов. В шести штатах, если не ошибаюсь, уже это все введено в ранг действующего закона. Но если есть потребность в абортах, то она будет удовлетворена с учетом этих юридических изменений. Аборты запрещают даже в том случае, если нежелательная беременность возникла в результате изнасилования. Как раз право на аборт, если беременность наступила в результате изнасилования – это очень плохо. Потому что это провоцирует ложные обвинения в изнасиловании. Чтобы сделать аборт, женщина вынуждена оклеветать какого-нибудь мужчину в изнасиловании, и это очень плохо. Пусть лучше вместе с врачом ставит себе ложный диагноз, при котором медицинские показания к аборту или едет за границу, где аборты разрешены. Суд Верховный говорит одно, президент – другое, и совершенно непонятно, что из этого получится. Это называется демократией вдруг, если кто не понимает. Современная буржуазная демократия. Современная буржуазная демократия – это именно общественно-политическая деятельность общественных организаций, у которых разные и в том числе взаимопротивоположные цели. Они друг с другом борются. И в результате этой борьбы создаются все блага капитализма. Рабочие места, движение капитала, социальные лифты. И в том числе самая разная адресная помощь, как отдельным гражданам, так и группам граждан. Жуков ошибочно считает, что американский капитализм похож на общество из научно-фантастического романа «Антиутопия», где электронный мозг выдал решение, этим решением всех роботов перепрограммировали, и общество начало работать по новому алгоритму. А реальная буржуазная демократия больше похожа на игру в футбол. Миллионеры бегают по полю, кто-то завладел мячом на некоторое время, все внимание сразу к нему, и тут же, спустя некоторое время, у него этот мяч отнял кто-то другой. И теперь к нему все внимание. Если бы футболисты ошибочно посчитали, что от них требуются голы, то они бы начали катать мяч по полю по кратчайшему алгоритму, не мешая друг другу, и такой футбол стал бы никому не нужен. Сторонники и противники запрета абортов постоянно судятся друг с другом, проводят какие-то митинги, пиар-акции, дают работу юристам и журналистам. Даже всякие волонтеры, которые вроде бы бесплатно за идею раздают листовки, они тоже участвуют в капиталистическом производстве. Футболки и листовки кто-то изготавливает, помещение для мероприятий арендуется, созданный контент монетизируется. Более того, аборт это вообще такая серьезная штука, что если чуть-чуть неправильно сделать хоть что-нибудь, там врач где-нибудь ошибется, у пациентки окажется что-нибудь недодиагностированное, она вообще утратит репродуктивную функцию, что трагедия, безусловно. С медицинской точки зрения аборт менее опасен, чем беременность. Все разговоры про опасность абортов основаны на неправильной работе со статистическими данными по принципу. В бою за день погибло столько-то людей, а в год в дорожно-транспортных происшествиях по всему миру погибает в 10 раз больше людей. И делается вывод, что воевать оказывается безопаснее, чем просто ездить на автомобиле. И опять же, вот посмотрите, в Советском Союзе аборты были запрещены долгое время, кроме абортов по медицинским показаниям. Если аборты запрещены, но по медицинским показаниям разрешены, то медицинскими показаниями может быть коробка конфет, совложенная в нее денежной купюры, переданная врачу. Ну а если врачи честные, или за врачами следят честные люди, то можно честно получить медицинские показания у нарколога. На почве нежелательной беременности, несколько дней бухать, и потом устроить пьяный дебош в общественном месте. Ну и будут показания к аборту. А аборты-то почему в основном делают? А аборты делают по социальным и медицинским причинам. Медицинские и социальные причины субъективны. Для кого-то низкий уровень жизни – это причина не заводить ребенка, так как ребенок будет мешать работать. А для кого-то, наоборот, нарожать больше детей – это выгодно, чтобы было больше пособия, и тогда можно не работать. В медицине вообще сплошная неопределенность. Нет, можно или нельзя. Есть выше или ниже вероятность разных неблагоприятных факторов. Но основная масса абортов делается. Ну просто потому, что ребенок – это непосильный финансовый груз для молодой семьи. Это ложный стереотип. Основная масса абортов делается по причине того, что женщина не хочет быть матерью, мужчина не хочет быть отцом. Или оба этих фактора одновременно. Ребенка можно очень по-разному содержать. Можно отправить на деревню к бабушке, а можно приглашать к нему платную няню. Разной ценовой категории. Можно ребенка кормить дорогими вкусняшками, которые рекламируют по телевидению, а можно овсяной кашей. Можно одевать в новые вещи, а можно в бабушку от соседей. Можно лечить и учить платно, а можно бесплатно или вообще не учить или не лечить. Вопрос в другом. Хочу этим заниматься или не хочу? Есть ли у меня более интересное занятие или нет? Буду ли я бить ребенка по голове из-за того, что он мешает мне бухать? Или перестану бухать и увлекусь выращиванием ребенка? А если ребенок мешает личной жизни с мужчиной, то от чего лучше отказаться? От ребенка или от мужчины? И даже если человек вдруг работает, и вся семья работает, но получают они настолько немного, что появление еще одного едока, которого придется обеспечивать лет так хотя бы до 15, прежде чем он работать сможет сам, это такое понижение жизненного уровня, что вот за этим уже может натурально наступить нищета. Это тот самый фактор, по которому в индустриальном обществе рождаемость ниже, чем в традиционном. В традиционном обществе даже ребенку найдется простая, но нужная работа, типа подай-принеси, поводь грядки, пасти скотину и что-то в этом роде. Самое главное, жевать еду для того, у кого нет зубов, потому что стоматологические инструменты, как ни странно, можно произвести только в индустриальном обществе. Карл Маркс сделал гениальное открытие. Зарплата – это средство восстановления трудоспособности наемного работника. То есть зарплата – это не чтобы содержать ребенка, а чтобы содержать себя и только себя? А чтобы содержать детишек, государство платит пособие на детей и материнский капитал. Просило государство рожать или не просило рожать – это неважно. Но деньги за это оно платит. Если считаешь, что мало платит, так не рожай. Это так же, как если недоволен зарплатой в бюджетной организации, иди работай в коммерческую организацию, если там тебя возьмут. Потому что если ваша Каролиночка вдруг, не дай бог, серьезно заболеет, а как ее лечить, когда вся медицина вокруг платит, так он же просто умрет у вас на руках. Так может быть, просто вообще не доводить до этого? Капиталистическому обществу нужны больные дети, чтобы собирать деньги на их лечение. Это же доходы благотворительным организациям и рабочие места. Есть всякий краундфайзинг и файндрайзинг, где профессионалы собирают деньги, чтобы помогать детям. В первую очередь, помогать своим детям. Неизлечимо больной ребенок все равно помрет. А те, кто в файндрайзинге и в краундфайзинге, получат зарплату и купят своим детям смартфоны. А если бы был сделан аборт по медицинским показаниям, то эти люди остались бы без зарплаты, а их дети без смартфонов. А продавцы смартфонов не получили бы прибыль от продаж своих смартфонов. Ну и в конце концов, так как яйцеклетка в самом своем начале не может существовать без матери, это в первую очередь дело матери. Ее дело, ее дело. Только что был озвучен лозунг движения ProChoice, который есть идейная противоположность движения ProLife. ProChoice защищает интересы женщины, ProLife защищает интересы эмбриона, и они ведут вечную общественно-политическую борьбу. А может быть, нужно защищать не права эмбрионов, а может быть, нужно защищать права человека? Борьба сторонников и противников аборта это как в футболе встречаются нападающие защитники, и начинается борьба за мяч. Типа за права футбольного мяча. И в борьбе ProLife и ProChoice женщина с нежелательной беременностью вместе со своим зародышем выполняет роль футбольного мяча в футболе. Все общественно-политические движения защищают права человека. Но при этом, во-первых, под правами человека имеются в виду разные социальные группы этих человеков. А самое главное, надо, чтобы получили выгоду те человеки, которые борются за права человека профессионально. Капиталисты-консерваторы, консерваторы за жизнь, их волнуют права эмбрионов, но как только ты родился, ты вообще перестаешь волновать любого консерватора до тех пор, пока не достигнешь призывного возраста. Ты сразу делаешь все нормальный, потому что из тебя можно сделать мертвого солдата. Консерваторы за жизнь. На самом деле, там действует не сама политическая партия консерваторов, а общественные организации со всеми их общественными инициативами, некоммерческим партнерством и борьбой за гранты, которые поддерживают партию консерваторов на выборах. Вот такая вот схема. В 2015 году в США пустых домов, не проданных из-за задранных цен, было больше, чем бездомных, причем в разы можно было каждому бомжику выдать по личной квартире. Но американцы не дураки и давно до этого додумались. Приходят туда, где местные бомжи живут в палатках и в автомобильных прицепах и предлагают бесплатно поселиться в дом. А бомжи отвечают, спасибо не надо, ищи дурака. Потому что эти дома пустуют в тех местах, где нет работы и нет инфраструктуры. А этот дом, даже если бесплатно отдадут, так его задержать-то надо за деньги. Которых нет. Которых даже негде заработать. Надо ехать в другой регион, где дома не пустуют. А бездомных бесплатно кормят и даже иногда бесплатно лечат благотворительные организации. Поэтому выгодно быть бездомным. А еще есть благотворительные организации, которые кормят и лечат бесплатно безработных. Поэтому выгодно быть безработным. Если вас так волнует проблема абортов, то может быть нужно принять не закон против абортов, а закон, который 100% гарантирует молодой семье жилплощадь. Ну дадут жилплощадь там, где сам не захочешь жить. Проблема так не решится. Есть такой закон, который запрещает безработицу. Ну предложит работу на таких условиях, что никто не хочет так работать. Проблема так не решится. Так может они тогда ребенка с удовольствием заведут и может быть даже не одного, может быть даже двух-трех. А детей и так с удовольствием заводят те, кто живет за чертой бедности. Потому что толпа детей прогонит от мусорного бачка одинокого бомжа. И толпа детей сможет больше товаров наворовать в супермаркете. А когда старшие детишки подрастут, достигнут совершеннолетия и окажутся в тюрьме, то тут как раз новые детишки подрастают. И именно за счет бедноты создается высокая рождаемость в индустриальном обществе. Потому что беднота она живет еще в прошлом. Она еще живет при феодализме, а то и при рабовладении. Самое лучшее, что вообще доступно человеку это секс. А из-за секса бывают дети. Это природа так специально устроила? Это только у самых бедных и диких людей дети бывают из-за секса. А вот у цивилизованных и богатых людей есть контрацептивы, чтобы секс был, а детей не было. И есть внематочные репродуктивные технологии, чтобы даже без секса дети были. У богатых дети рождаются когда надо и от кого надо. И независимо от секса. Повторюсь, это биологическое. Это радость, которая доступна нам от природы совершенно бесплатно. Бесплатный секс никогда не был. С каменного века за партнершу для секса надо было заплатить. Например, куском добытой дичи. И не обязательно лично партнершу в зубы этот кусок дичи надо дать. Как правило, мужчине, который ее корнил и охранял, пока она не созрела. Ну, потому что патриархат. В цивилизованном обществе, даже если в брак не вступать, то все равно надо чем-то заинтересовать партнершу, а это стоит денег. И есть более дешевые удовольствия, чем секс. Не буду уточнять, какие, пусть каждый в меру своей испорченности сам догадается. А многим цивилизованным женщинам сексу вообще не удовольствие. Особенно если женщина способна делать что-то более интересное и полезное для общества, чем рожать и выращивать детишек. Например, снимать прикольные видосы для соцсетей. Это и зрителям радость, и соседям не мешает. Ну, один из вариантов. А можно в космос летать. Увеличению числа народонаселения, а значит и рабочих рук, если уж мы говорим о капиталистической прагматике. По-моему, Жуков спутал феодализм и капитализм. В феодализме надо больше земли и больше людей, которые на этой земле занимаются сельским хозяйством. А в капиталистическом обществе надо концентрировать у себя больше капитала. Поэтому возникает экономически избыточное население, которое надо как-то сократить. Возможно, кто-то этим и занимается. Но сторонникам запрета абортов глубоко пофиг на глобальные проблемы, в том числе и на глобальную проблему перенаселения. У них конкретная узкая цель запрет абортов. И они к ней идут. На то и демократия. Самого главного средства производства это человека. В капиталистическом хозяйстве недостаточно произвести материальные блага. Надо еще их продать. А с этим иногда возникает проблема. А при коммунизме такой проблемы нет. Но зато при коммунизме есть другие проблемы. Потому что без человека замрет вообще все. Не будут работать станки, не поплывут пароходы, не напечатаются газеты. Но сейчас не времена Карла Маркса и не надо много людей для всего этого. Сейчас автоматизация производства, много людей в материальном производстве не надо, а чтобы создавать рабочие места, создают общественные организации, чтобы одни боролись за запрет абортов, другие за право на аборт, все трудоустроены, все получают за свой труд вознаграждение. И вот тут-то оказывается, что нужно не давать им делать аборты. Ну, чтобы рожали. Вот рожали и все. Запрет абортов это не означает то, что будут рожать. Это означает, что сделать аборт станет сложнее и дороже. Но так как людям бывает очень нужно прервать нежелательную беременность, то люди будут за это платить. Следовательно, будет развиваться индустрия обхода запрета абортов. Например, медицинский туризм. А это целая отрасль на рынке услуг. От подпольного безграмотного кустарного аборта могут быть гораздо тяжелее, чем если аборт будет произведен профессионалами в клиниках легально. А кому нужна эта женщина, которая помрет от подпольного аборта? Если и нужна, то точно не борцам за запрет абортов. Но зато каждый скандал из-за несчастных случаев при подпольных абортах будет использоваться сторонниками права на аборты в политических целях. И будут выдвигать лозунги голосуют за нашу партию и мы снова разрешим аборты, которые запретили наши оппоненты. К чему приводит, например, запрет алкоголя? Вот тот самый сухой закон. Он приводит к тому, что начинают меньше пить? Нет, пьют ровно столько же. Это приводит к образованию организованной преступности. Организованная преступность тоже работает на капиталистическую экономику. Как раз вовремя, чтобы люди могли сколотить начальный капитал на незаконном, а значит и сверхприбыльном обороте алкогольной продукции. Сейчас в кризис капитализма кто-то может хорошо заработать, если разовьет свой бизнес на входе запрета абортов. Если вам запрещают делать аборты, значит, некоторым образом озабочены рождаемостью. Нет, тем, цель только запрет абортов. Что это за собой потянет, им глубоко пофиг. Об этом думают другие общественно-политические силы. Может быть, следующим шагом будет введение принудительной стерилизации? Скорее всего, следующим шагом будет разрешение абортов. Возможно, с какими-то оговорками. Потому что боятся две политические силы. Каждая должна показать своим спонсорам результаты своей работы. Это, друзья мои, конечно, не фашизм еще, но элемент наступающего фашизма. Это та самая террористическая диктатура, осуществляемая наиболее шовинистическими кругами финансового капитала. Нет, это просто капитализм, который за 300% прибыли способен на любое преступление. То, что сейчас принципиально отличается от того, что было в Германии перед Второй мировой войной, именно тем, что в США идет политическая борьба. Одни политические силы пытаются запретить аборты, а другие пытаются разрешить. А при немецком фашизме было бы так, как скажет великий фюрер. А все человеческие ресурсы, вместо того, чтобы заниматься дурацкой борьбой, запретить аборты или разрешить аборты, были бы направлены на укрепление военной мощи страны или на пропаганду единственного правильного пути развития страны. У американцев только запретили аборты в нескольких штатах. Так сразу уже показывают какую-то нервную малолетку, которая утверждает, что забеременела от изнасилования и теперь ей запрещают делать аборт. И, скорее всего, она родит ребенка и с помощью лучших юристов страны будет отсуживать себе компенсацию за моральный ущерб и за затраты на ребенка, которых не было бы, если бы аборты не запретили бы. Ничего такого не могло бы быть в фашистской Германии. Ну и далее. Клим Жуков долго излагает мысли на тему того, что в современной США устанавливается фашистская диктатура и тем самым показывает свое непонимание принципов работы буржуазной демократии. Буржуазная демократия это власть того демоса, который организован в виде некоммерческих организаций, то есть НКО. В отличие от коммерческой организации, уставная цель НКО не получение прибыли, а достижение цели. И как сама цель, так и процесс ее достижения создает условия для работы бизнеса и общественно-политических процессов. И в процессе этой деятельности в частности появляются очень нужные специалисты, способные создавать нужное заказчику общественное мнение в медийном пространстве. В простонародье их называют пиарщики. И эти пиарщики могут выполнить заказ и для большой политики. Например, сделать так, чтобы по вопросу взаимодействия государства на букву Р с государством на букву У было сформировано такое общественное мнение во всем мире, которое выгодно заказчику из США. Так что борьба сторонников и противников аборта это только кажется бесполезным занятием. Типа как здоровые парни вместо того, чтобы учиться, гоняют по пуле мяч. Ну да, они гоняют по пулю мяч вместо того, чтобы учиться. А потом оказывается, что страна имеет лучшую сборную команду по футболу и которую не может никто обыграть. Так и в США благодаря американской демократии сформировались команды пиарщиков, которые создают общественное мнение нужное заказчику и которому не может противостоять государственная пропаганда никакой другой страны. Таким образом, недавний запрет абортов США это обычная часть деятельности обычных американских общественных организаций, которая ничего принципиально не изменит, но кому-то даст дополнительные трудности, а кому-то даст шанс развить новый бизнес и сделать общественно-политическую карьеру. Ну а нам блогерам это информационный повод для контента. Подписывайтесь на нас. А самому Климу Жукову, который считает, что пиар это очень просто и можно создать армию блогеров для победы в информационной войне, мы советуем создать вы хотя бы пиар акцию по своей теме, по средневековому оружию, по военной истории, создать, чтобы во всем мире был опровергнут какой-нибудь исторический стереотип про мечи, кольчуги или ход какой-нибудь битвы. А не сделайте, потому что не умеете. А американцы могут сделать и такое, потому что умеют, благодаря тому, что их пиарщики боятся друг с другом долгое время по вопросу запретить аборты или разрешить аборты. А на этом все.